Приветствуем вас, дорогие телезрители! Сегодня о самых запоминающихся событиях в истории России и мира будем рассказывать мы. Андрей Егоров и Елена Шмелева. Вы смотрите программу День веков хронограф. 4 января 1643 года родился Исаак Ньютон, выдающийся английский ученый, заложивший основы современного естествознания, создатель классической физики, член Лондонского королевского общества и его президент с 1703 года. Его работы относятся к механике, оптике, астрономии, математике. Научное творчество Ньютона сыграло важную роль в истории развития физики. В его честь названы единицы силы в международной системе единиц Ньютон. По словам Альберта Эйнштейна, Ньютон был первым, кто попытался сформулировать элементарные законы, которые определяют временной ход широкого класса процессов в природе с высокой степенью полноты и точности, и оказал своими трудами глубокое и сильное влияние на все мировоззрение в целом. Российский физик Сергей Вавилов писал, Ньютон заставил физику мыслить по-своему, классически, как мы выражаемся теперь. Можно утверждать, что на всей физике лежал индивидуальный отпечаток его мысли. Без Ньютона наука развивалась бы иначе. На могильной плите Ньютона, похороненного в английском национальном пантеоне в Вестминстерском аббатстве, высочено. Здесь покоится сэр Исаак Ньютон, который почти божественной силой своего ума впервые объяснил с помощью своего математического метода движения и формы планет, пути комет, приливы и отливы океана. Он первый исследовал разнообразие световых лучей и проистекающие отсюда особенности цветов, каких до того времени никто даже не подозревал. Прилежный, проницательный и верный истолкователь природы, древности и священного писания он прославил в своем учении всемогущего Творца. Требуемую Евангелием простоту он доказал своей жизнью. Пусть смертные радуются, что в их среде жило такое украшение человеческого рода. 4 января 1785 года родился Якоб Гримм, германский филолог, собравший и издавший вместе со своим братом Вильгельмом множество народных немецких сказок. Детство и юность знаменитых сказочников прошли в суровой бедности, почти нищете. Воспитание они получили в одном из закрытых учебных заведений, поступив затем согласно воле родителей на юридический факультет университета в разрез с личными склонностями. По окончании его работали из-за куска хлеба в коллегиях и библиотеках, пока не получили профессорские кафедры и места в Академии наук. Якоб Гримм, как и его брат Вильгельм, разделял взгляды романтиков, ставивших целью возрождение общественного и научного интереса к народной культуре. Большой заслугой братьев явились издания «Детские и семейные сказки» и «Немецкие предания», которые обогатили немецкую и мировую литературу. В сказке братья открыли одну из древнейших форм человеческого творчества, один из драгоценнейших памятников народного духа, отражение древнейшей мифологии народа и его древнейшей истории. В сказаниях они выявляли пережитки исторических преданий. Они особенно настаивали на необходимости точной, непрекрашенной записи сказок. Заметив многочисленные параллели, существовавшие между сказками различных европейских народов, Якоб Гримм выдвинул гипотезу, по которой эти сходные черты являлись общим наследием этих народов от их единого народа-предка. Влияние сборника сказок братьев Гримм на развитие фольклористики огромно. Именно с этого сборника начала свое существование наука о сказке как особый отдел изучения устной словесности. Братья Гримм были не только замечательными сказочниками, но и учеными-филологами. Для изучения истории немецкого языка важное значение имели лингвистические работы Якоба Гримма «История немецкого языка» и «Немецкая грамматика». Великие собиратели живого великонемецкого языка братья Гримм сделали для родной речи то же великое дело, что и их собрат по духу Владимир Даль для языка русского. Они впервые систематизировали разговорную речь, дав путевку в высший свет множеству слов, считавшихся прежде простонародными. 4 января 1812 года родилась графиня-поэтесса Евдокия Растопчина. Дочь действительного статского советника Петра Сушкова и Дарьи Пашковой рано проявила свое поэтическое дарование. Но в богатой патриархальной семье родителей матери, в которой она воспитывалась после ее смерти, эти опыты не встретили сочувствия. В 22 года она, чтобы избавиться от домашнего гнета, вышла замуж за молодого и богатого графа Андрея Растопчина. Молодые зажили широко и открыто, принимая в своем доме всю Москву. Но рядом с грубым и циничным мужем Растопчина была очень несчастна. Евдокия Петровна стала искать развлечений в свете, была постоянно окружена толпой поклонников. Рассеянная светская жизнь, частые продолжительные путешествия по России и за границу не мешали графине с увлечением предаваться литературным занятиям. Ее произведения регулярно появлялись на страницах всех альманахов и журналов в течение более 20 лет. Ее дарование было скоро признано первыми литературными силами того времени. Жуковский ценил в ней подлинный талант, а Лермонтов писал ей «Я верю, под одной звездой мы были с вами рождены». Ей посвящали свои стихотворения Огарев, Мэй и Тютчев. Большую роль в благосклонной оценке ее таланта сыграло обаяние светской, красивой и умной женщины. Растопчина также много помогала бедным и все, что получала от своих сочинений, отдавала князю Адоевскому для основанного им благотворительного общества. Большую часть ее лирики составляли стихи о неразделенной любви. В 1839 году Евдокия Петровна издала книгу «Очерки Большого Света». Во время поездки за границу в 1845 году поэтесса написала балладу «Насильный брак», в которой аллегорически осудила отношение России к Польше. Николай I запретил поэтессе появляться в столице, и она до смерти императора прожила в Москве. Последние годы ее жизни прошли в крайне тяжелой домашней обстановке и постоянной глухой борьбе со свекровью-католичкой, осуждавшей ее светские увлечения и православное воспитание, даваемое ею детям. Евдокия Растопчина скончалась от рака на 47-м году жизни и была похоронена на Пятницком кладбище, куда ее гроб на руках несли студенты Московского университета. 4 января 1936 года кинофабрика «Мосфильм» была переименована в киностудию. История Мосфильма, этого огромного киногорода, расположенного на Воробьевых горах, началась в 1920 году. Именно тогда две кинофабрики крупнейших производителей начала века Александра Ханжонкова и Иосифа Ермольева были национализированы и переданы в ведение Всероссийского фотокиноотдела. В декабре 1922 года Всероссийский фотокиноотдел был преобразован в Госкино, а находившиеся в его ведении киноателье Ханжонкова и Ермольева получили название соответственно первая и третья фабрика Госкино. На базе этих кинофабрик была создана кинофабрика «Мосфильм». Датой основания «Мосфильма» считается январь 1924 года, когда на экраны вышел первый полнометражный художественный фильм «На крыльях ввысь». А 4 января 1936 года кинофабрика «Мосфильм» была переименована в киностудию. С этого времени стал осуществляться регулярный выпуск кинофильмов. Знаменитая эмблема скульптуры рабочего и колхозницы на фоне Спасской башни появилась впервые в 1947 году в фильме «Весна» режиссера Григория Александрова. За время своего существования киностудии «Мосфильм» было выпущено около 3000 фильмов, на которых выросло не одно поколение отечественного и зарубежного кинозрителя. Многие из этих картин вошли в Золотой фонд мирового киноискусства и завоевали награды на многочисленных кинофестивалях у нас в стране и за рубежом. На сегодняшний день на «Мосфильме» осуществляется производство большей части отечественной кино, теле- и видеопродукции. Студия является не только самой большой киностудией художественных фильмов в России и одной из крупнейших в мире, но и самой крупной высокотехнологической производственной базой как в нашей стране, так и во всей Европе. А теперь мы расскажем вам о погоде в этот день в разные годы и века. 4 января 1660 года в Астрахани произошло сильное землетрясение. Сегодня 4 января, наша программа подходит к концу и самое время заглянуть в народный календарь. 4 января – день великомученицы Анастасии Узарешительницы. Такое имя она получила за труды по излечению людей. Она считается покровительницей беременных. Ей молятся при родах. Народные приметы гласят. Какова Анастасия, таков и октябрь. Ко дню Анастасии необходимо завершить все основные работы по дому. Начинается заготовка сырья для рождественского стола. Именно на Анастасию кололи свинью. С вами была программа «День веков хронографа». Помните, что каждый день – это дата. Каждый день – это имя. Каждый день – это событие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok